Всем привет! Сегодня немножко расскажу, как описывает Домового. Домовой, кутный бог. У славянских народов домашний дух, мифологический хозяин, покровитель дома, обеспечивающий нормальную жизнь семьи, плодородия, здоровья людей и животных. У многих стран есть Домовой, у западных славян Домового представляют в виде змеи, пачешских тадедок, словацкий домовик, польский Домовой, сербский Домаеус-Услужни, болгарский Стопан, ну и так далее. Сложно судить о том, каким был образ Домового на Руси до принятия христианства, но одним из результатов влияния христианства стало то, что языческие божества стали отождествляться с демоническими, бесовскими силами. Под влиянием легенд о происхождении нечистой силы, домовых называли падшими ангелами, которых бог в наказание сбросил на землю. Кто попал в жилище, стал домовыми. Я цитирую Википедию. В православных церквях принято освящать свои жилища, чтобы прогнать демонов, осуждая тех, кто заигрывает с ними. Обычно домовым считается умерший член семьи, первопредок рода, умерший член семьи, который за грехи назначен богом во служение живым, домочадцам, умерший без покаяния мужчина. Иногда полагали, что домового сотворил бог, что он дается богом каждому дому. Надо сказать, что наряду с мужским образом домового существуют и женские парные соответствия этому персонажу. В одних случаях это жена домовиха или дочь домовинка. Живет домовой в красном углу на печи за трубой за печей. На чердаке в углу клетий в подполе голбешник живет в избе под печью именно в деревянном срубе печи со стороны подполья, как пишет Даль. Ну вот вкратце, наверное, и все то, что я нашел о домовом, кутном боге. У славянских народов домашний дух, мифологический хозяин и покровитель дома. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok